Кошка моя хорошенькая, будь, пожалуйста, умницей и не кричи в тот момент, пока я буду делать видосик, хорошо? Всем привет, с вами Прия. Имея доступ к текущему ПТР-серверу версии 3.0, очень хочется сделать для вас какое-то видео, которое в будущем будет полезно и которое произведет у вас эффект вау. Недолго думая, я прошелся по коллекции маунтов, питомцев, игрушек моих любимых и нашел новых 25 маунтов. Поговорим о них, покажу их модельке и, собственно, поговорим о способе их получения, потому что есть некоторые интересные и некоторые маунты даже реанимируют старых ворлдбоссов. Изначально, в тот момент, когда у меня зародилась данная идея, я обдумал, как можно получше сделать данное видео. То есть просто показывать всех абсолютно маунтов из Атласа или, например, только показывать картинкой всех маунтов и вставлять только картинки, картинки, картинки. Но я решил совместить с целью того, чтобы вы смотрели не только на картинку, но еще и смотрели игровую анимацию, потому что некоторые анимации уникальны, ну и некоторые маунты сами по себе, конечно, тоже. Абсолютно все маунты, конечно же, будут перечислены по алфавиту. Начинаем. Первый маунт — это боевой змей клана Раджани. В принципе, боевые змеи уже присутствуют в игре. В Пандаре их было очень много, к тому же были различные их вариации по типу Небесный, Грозовой. Выглядели они классно и в обновлении 8.3 будет вот такой вот боевой змей. Он будет покупаться в Вечно Цветущем Доле за одну нетронутую чешуйку облачного змея. Откуда будет получаться эта чешуйка, пока что информации нет. Возможно, с какого-то рарника, возможно, с какого-то вигликвиста. Может быть, она будет падать с рейда. Вторым средством передвижения, которое добавится в 8.3, является верная гончая Женя. Источник ее получения — мастер-псарь Жень в зоне Вечно Цветущий Дол. Жень — это рарник, с которого будет некий процент дропа данного цейлиния. В Пандарии мы уже видели таких цейлиний, например, за покупку делюкса. Ну а тут просто-напросто рекалор-версия. Третьим маунтом является Всевидец из Неолоты. Маунт, который будет дропаться 100% на одному участнику рейда из 20. Снезота-заразителя — самого последнего босса в рейде Неолота, пробуждающийся город. Собственно, есть рейд. Убиваете ласта всем рейдом. И кому-то падает этот маунт. До окончания дополнения Battle for Azeroth шанс 100%. После того, как стартанет дополнение Shadowlands, уже будет дроп 1%. Дракон четырех ветров. Принцип получения — убийство рарника. А именно, нужно убивать рарника под названием Исхак — повелитель четырех ветров в зоне Ульдум. Ничего сложного с целью его получения. Пятым маунтом является Злобный Трутень. Злобный Трутень падает с Пожирателя Трупов в Ульдуме. Пожиратель Трупов — это очередной рарник, которого нам просто нужно будет убивать с целью получения данного Трутня. Ну, он действительно злобный. Моделька-то такая. Кровавая чуточку. Шестым аналогичным маунтом будет являться Зловредный Раевик. Продаваться он будет у Гневиона, в Зале Сердца, за 100 тысяч баджиков. Эти баджики мы будем получать во время каких-либо нападений, во время введений и в тот момент, когда, собственно, будем заниматься новым контентом в обновлении 8.3. Думаю, получить их можно будет вполне легко, но эти реликвии можно будет потратить на улучшение персонажа. Поэтому будет ставить выбор — покупка маунта или улучшение персонажа. Извивающийся паразит — седьмое средство передвижения в нашем списке — дается за достижение Слава Рейдеру Неолоты. То есть нам опять нужно же идти в рейд и делать все достижения с целью получения маунта. Достижения требуются с каждого босса. Убийств боссов в эпохальном режиме не требуется уже, в принципе, давно. Так что вполне можно все реализовать в сложности обычной с целью получения этого прекрасного паразита. Хотя не особо-то и прекрасного. Многие люди любят всякие мимимишности. Альпаки станут ездовыми животными. Восьмой маунт в нашем списке — курчевая альпака, которая будет даваться за задание под названием «Гони альпак» в зоне Ульдум. Собственно, квестлайн — самый обычный, ничего более. Еще одна альпака, ну а в нашем списке — это девятый маунт. Источник ее получения — донный пожиратель Краулок в зоне Валдун. Я долго вспоминал, кто же такой этот Краулок. Может, это нововведенный моб, может, это какой-то старый мобчик. Но просто открыв Атлас Подземелий, я увидел то, что это ворлд-босс, который просто-напросто является уже устаревшим, потому что шмот с него не особо-то полезный. То есть нам придется убивать того ворлд-босса, на которого уже, в принципе, абсолютно все забили. И если он будет появляться раз в три месяца, или хотя бы раз в два месяца, то будет немножко тяжко дропнуть данного маунта. Нетронутый Порчей Змей Бездны — десятый маунт, который дается за задание «Заблудшая стая». Принцип его получения аналогичен с Фиолетовым Чарокрылом, а также с Хранителем Рощи. Это тот маунт, который будет даваться за квест тому человеку, тому рейдеру, который закроет Мзота в Геройке до того момента, пока не стартанет новое дополнение Shadowlands. Короче, проще говоря, вы приходите, убиваете самого последнего босса в Геройке, в рейде Неолота, получаете квесты там. По этому квесту идете, скорее всего, в Зал Сердца или в какую-то еще интересную локацию, ну и получаете данного маунта. Выглядит красиво. Неуловимый Быстроног, одиннадцатый маунт, он будет добываться в зоне Валдун. А с кого именно, за какой квест, с какого рарника, с какого босса, ничего абсолютно не указано. Увы. Песчаный ночной Саблезуб, который будет покупаться за 350 баджиков после прохождения фронта в героическом режиме Темные Берега. Суть проста. Вам нужно пройти этот фронт в Геройке, и вы откроете доступ к покупке этого прекрасного маунта. Да, он относительно бесцветен, но дополнительное средство передвижения в коллекцию никогда не помешает. Подкопите баджи и купите. Письмоед. Источник Письмоед. Зона Жуткие видения. Видение — это новый контент, который будет добавлен в обновлении 8.3. Грубо говоря, это оскверненный Штормград и оскверненный Аргримар, который дается вам по сценарию. Вы его зачищаете, там есть различные микро-ивенты, и, скорее всего, рарником будет являться Письмоед, с которого вы будете дропать данного маунта. Может, с каким-то шансом, а может быть и стопроцентно. 14-й маунт — Пояс Хали. Хотя в тот момент, когда я линкую его в чат, пишется «Отпрыск Хали». Это дроп с рарника, самый обычный. Собственно, Вечно Цветущий Дол, рарник Хали. Пытаемся, убиваем, дропаем. Надеемся на нашу удачу. Палевый Облачный Змей, 15-й маунт, падает с Палевого Облачного Змея. Зона Вечно Цветущий Дол. Скорее всего, этих змеев будет либо очень много, и с каким-то малым шансом мы будем дропать данного змея, либо змей будет один-единственный, и, убивая его с редким шансом, мы будем лутать этого маунта. Да, он бесцветный, да, это змей, но для коллекции это всегда идеально. Хотя, может, кому-то нравятся такие белые цвета. Пробужденный Червь Сомнения дается за достижение Мастер Ключей Battle for Azeroth 4 сезона. Проходя ключи, существует два великих достижения. Первое дается за прохождение всех десятых ключей, второе дается за прохождение всех пятнадцатых ключей. Так вот, в тот момент, когда во время четвертого сезона вы пройдете абсолютно все пятнадцатые ключи, вы получите этого прекрасного маунта. Пустынный Мародер, летающая птица, падает с Гнилажора в зоне Ульдум. Гнилажор — это рарник, которого нам придется, скорее всего, убивать долгое время с целью получения этого летающего маунта. Синь Лао — это еще один цилинь, который дропается с рарника в вечноцветущем доле. Рарник под названием Анде, верный. Немножко отвлечемся от перечисления маунтов. Как вам пчела, которую вы выращивали в недавнем обновлении? Я думаю, это прекрасный контент, который позволяет как и голдишки пофармить, так и, в принципе, насладиться процессом роста. Это уникально, это интересно. Так вот, в обновлении 8.3 нас ждет примерно то же самое. Темножал Трутень. Изначально мы берем у яичка квест, который видим во время нападения Нзота на Ульдум. Но в дальнейшем, делая различные квестики, мы выращиваем Темнажала до, собственно, таких размеров и берем его в виде маунта для себя. 20-м маунтом является Ужас Небес Скитальцев Пустыни. Если вы не хотите никого дропать, абсолютно никаких маунтов, абсолютно никого вам не хочется убивать, а хочется гарантированно получить маунта, то прокачивайте репутацию, тратьте голду и покупайте эту птицу. Черный Змей Нзота дается за достижение сквозь глубины видений. Достижение весьма интересное, которое, в принципе, требует в себя выполнения других различных ачивментов. Нам нужно выполнить самое жуткое видение Штормграда, самое жуткое видение Аргримара, далее непоколебимая решимость, а также мы знаем технологию. Решимость — это улучшение плаща легендарного до 15-го уровня, по-моему, максимального. То, что жуткие видения Штормграда и Аргримара, нам нужно убить мопцов в видении Штормграда и Аргримара. Ну, по-моему, Алерия и Трал — это пласты в видениях, если я не ошибаюсь. Также нам нужно достижение «Мы знаем технологию», ну а для этого нам нужно сделать абсолютно все улучшения, которые доступны в архиве «Исследования Титанов». На это нужны баджики. А с целью того, чтобы получить баджики, нам просто нужно ходить в эти видения и заниматься новым контентом в обновлении 8.3. Также имеется два новых маунта за союзные расы и два новых маунта за PvP. Маунт механогномов, далее маунт вульпер, далее маунт для Альянса за 4-й сезон PvP, ну и самым последним, 25-м маунтом, является маунт за 4-й сезон у Орды. Собственно, PvP-шные маунты лутаются таким образом, что вам нужно играть на рейтинге 1400 и выше, и при этом вы наполняете особую полосу. Наполнив ее на 100%, вы получаете маунта. Это прекрасно, и просто с целью того, чтобы отвлечься от привычного темпа игры, можно заняться этими PvP-шными маунтами. Я желаю вам успехов в получении их всех. Если вы соберете все 25 маунтов, дайте об этом знать, скорее всего это будет не скоро, но все же. Берегите ноги, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!